МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу День в студии Светланы Кузнецова. В начале коротко о некоторых темах выпуска. Неблагополучные семьи и семьи, в которых дети стоят на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних, на днях ждали гостей. Камера оперативная съемка? Нет, не надо съемку. Гемоконтактные инфекции стали основной темой на заседании антинаркотической комиссии. В картинной галереи открылась выставка погружения в вечность. Подробности в материалах наших корреспондентов. Комиссия по делам несовершеннолетних в плановом порядке проводит выезды в неблагополучные семьи. Зачастую, если ребенок выбирает неправильный путь жизни, виноваты родители. У кого-то не хватает времени, а кто-то сам не может показать положительный пример. Заходя в некоторые дома, просто диву даешься, в каких семьях живут подростки, состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. Элитный дом, хорошие квартиры, благополучные родители. А дети совершают поступки, за которые стыдно всей семье. В одну из таких квартир нашу съемочную группу даже не пустили. Неудивительно, что родители и сами не понимают, чего не хватает их дочке. За время рейда удается не только проверить, насколько поменялась обстановка в семье после разбирательства их дела на заседании комиссии, но и провести профилактические беседы. Зафиксированы факты на территории Матищинского района, как и на всей территории Московской области, что есть такие родители, которые жестоко относятся к своим детям, избивают детей. Мало того, родители не исполняют свои родительские обязанности. И я думаю, что сегодня члены комиссии и целая рабочая группа, они будут проверять семьи, находящиеся в базе данных, межведомственной комиссии, с тем, чтобы посмотреть, как родители себя ведут. А в некоторых семьях сразу становится понятно, почему подросток так себя ведет. Так называемая мама пьет и совсем не занимается ребенком. Хотя мальчик очень умный, но в школу ходить не хочет. И ты взрослый парень уже. Зачем же ты маму с папой подводишь? Почему ты не ходишь в школу? Что тебе мешает? Ну что, тебе мама уже в седьмой класс должна за ручку водить? Бабушка этого семейства очень переживает за своего внука. Она больше всех уделяет ему внимания. Но не знает, как можно исправить ситуацию. И задачи решать. Вот и так какие-нибудь. Всегда все. Но вот я не знаю, я не знаю, что еще и как. Пока еще не поздно. Пока это в седьмом классе. Еще можно все наверстать. Попросим у учителей, помогут тебе. Догонишь программу, что ты упустил, если пропустил, и не понимаешь. Но самое главное, чтобы было желание у тебя лично. Понимаешь? Никто тебе не поможет, если у тебя желания не будет. Некоторые квартиры сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних брали практически штурмом. Не все родители были рады их видеть. Но они прекрасно знают, что если обстановка в семье не улучшается, то для их ребенка подберут другие условия проживания. В отношении таких граждан нами будут составляться протоколы об административном правонарушении, которые впоследствии будут рассматриваться на заседаниях комиссии. И к ним будут приниматься меры в соответствии с законодательством Российской Федерации. По итогам подобных рейдов члены комиссии делают заключение о развитии ситуации в этих семьях. Если положительной динамики нет, родителям с детьми придется вновь прийти на собрание комиссии по делам несовершеннолетних. Светлана Кузнецова, Максим Ханкишиев, информационная программа «День». Неблагополучные семьи, безнадзорные дети – все это зачастую ток алкоголизма и наркомании среди родителей. В районной администрации прошло очередное заседание антинаркотической комиссии, на которой обсуждались вопросы заболеваемости мытищенцев гемоконтактными инфекциями, такими как гепатит В, С и ВИЧ-инфекция. Заболеваемость населения Московской области гемоконтактными инфекциями, преимущественно связанными с потреблением наркотиков, до сих пор остается одним из самых актуальных вопросов. И если случай заболевания гепатитом В и С постепенно снижается, с 53 в 2002 году до 3 в 2012, то ситуация с ВИЧ-инфекциями можно назвать катастрофичной. За последние 7 лет эту страшную болезнь обнаружили почти у 2000 человек, из которых 215 – дети. Явно прослеживается рост. Допустим, в 2008 году выявлено 97 человек, за 11 месяцев 2012 года уже 222. 85% – это городские жители. Также наблюдается рост количества вызовов врачей скорой помощи по причине отравления алкогольными напитками. Зафиксировано 30 случаев смерти, наступивших в результате отравлений этиловым спиртом. Появились случаи комбинированных отравлений. То есть все кушают, все пробуют. И алкоголь, и наркотики, и курительные смеси. И вот от этих комбинированных отравлений детищенцев 8 человек. А по району, по всему, на территории района 24 случая. На заседании обсуждались также вопросы, касающиеся работы правоохранительных органов и комиссии по делам несовершеннолетних по пресечению продажи спиртных напитков и табачных изделий подросткам в магазинах, расположенных на территории Матищинского района. Татьяна Захарова, Сергей Власов. Информационная программа «День». Продолжаем программу. В администрации прошло очередное ежеквартальное заседание постоянной рабочей группы при Матищинской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории нашего района. Вела его начальник управления социально-экономического развития администрации Матищинского района Ирина Шилова. Участие в заседании принимали руководители налоговой инспекции, пенсионного фонда, центра занятости населения, отделов жилищных субсидий и государственной статистики, а также приглашенные руководители предприятий и организаций. На повестке дня стояло пять вопросов, в основном касающихся задолженности по выплате заработной платы сотрудникам. Согласно соглашению между администрацией района, Координационным советом профсоюзов и Ассоциацией руководителей организации, минимальный размер заработной платы на территории Матищинского района установлен в размере 11 700 рублей. Но далеко не все работодатели соблюдают этот пункт соглашения. По разным причинам размер заработной платы произвольно занижается. В результате чего работники вынуждены обращаться в администрацию района за предоставлением жилищных субсидий. На традиционном оперативном совещании в администрации Матищинского района обсуждались вопросы компенсации многодетным семьям, чьи дети не ходят в детский сад, и положение на дорогах района в связи с катастрофическими погодными условиями. На обычном многолюдном совещании сегодня было тихо и пустынно. Многие сотрудники администрации сегодня просто не могли выбраться из дома. Снежная аномалия последних дней парализовала дороги во всем Матищинском районе. Ну и на сельской территории сейчас я с Юрием Николаевичем Улановым разговаривал. Он не выехал из Пирогова, так там и остался. Поэтому сказал, беру лопату и начинаю чистить Пирогова. Глава района Виктор Азаров попросил руководителей соответствующих служб обратить особое внимание на очистку от снега внутридворовых территорий и маленьких улочек. Далее один из важнейших вопросов оперативки осветила начальник управления образования Елена Стукалова. Согласно решению главы Матищинского района в июле этого года было утверждено положение о порядке выплаты компенсациям многодетным семьям, имеющих детей от 2 до 6,5 лет и не посещающих детские сады. С августа по ноябрь текущего года в комиссию подано 55 заявлений от родителей, имеющих детей, соответственно, многодетные семьи. 40 заявлений удовлетворено и признано в комиссии к выплате компенсационных денежных средств. Сейчас размер компенсации составляет 8 480 рублей. Галина Данилова, Сергей Власов, информационная программа «День». Отдел ГИБДД Матищинского района сообщает, в период с 29 ноября по 1 декабря 2012 года ожидается понижение температуры, сопровождающейся выпадением обильных осадков в виде снега, с последующим переходом температуры воздуха до плюс 5 градусов и выпадением осадков в виде дождя. Просим водителей соблюдать правила эксплуатации режима движения транспортных средств в сложных дорожных и метеорологических условиях. А теперь новости культуры. 1 декабря в Театре Кукола Огнива состоится премьера. Спектакль для взрослых по пьесе Мольера «Лекарь по неволе». Наша съемочная группа застала актеров театра на последней репетиции перед премьерой. Комедию на злобу дня «Лекарь по неволе» в Театре Огнива осуществил прославленный режиссер, народный артист Молдовы Петру Вудкэреу. Две предыдущие его постановки «Ревизор» и «Безымянная звезда» завоевали множество театральных наград и всегда идут с неизменными аншлагами. «Лекарь по неволе» – одна из лучших фарсовых комедий Мольера. Остроумная, легкая, понятная во все времена. Меняются правители, костюмы, ритмы жизни, а человеческие недостатки, колоритные персонажи, придуманные Мольером, остаются. Жулики всех мастей, проходимцы, пьяницы, супернаходчивые жены – узнаваемы в каждой реплике, в каждом диалоге. Станислав Железкин, художественный руководитель Театра Огнива, исполняет в спектакле главную роль. «Всегда не хватает, как на любое мероприятие, на любое начинание, не хватает двух-трех дней. Но, тем не менее, мы надеемся, что встреча со зрителем нам принесет какой-то момент радости и удовлетворения, потому что спектакль потом на определенное время будет отложен в связи с новогодней кампанией, и он еще будет дорабатываться». Премьерный спектакль, который покажут уже завтра, вновь появится в репертуаре театра в феврале 2013 года. Следите за афишами. Марина Стафунина, Сергей Власов, информационная программа «День». В картинной галерее открылась новая выставка. Это совместная экспозиция фотографий современных соловков Георгия Аксеноита и деревянные скульптуры Евгении Кудриной. Вместе с посетителями выставки в вечность погрузилась Галина Данилова. «Погружение в вечность». Именно такое название выставки очень точно отражает основную составляющую экспозиции. Творчество двух, на первый взгляд, таких разных художников создает полную картину духовного единения и погружения в мир вечного и прекрасного. Художник-самоучка Георгий Аксеноит летом 2010 года побывал в одном из самых загадочных мест России – Соловецких островах. Суровая простота и величие этого края поразили фотографа. Удивительный мир, вобравший в себя столетие духовного подвига, кровь и жестокость XX века и оставшегося живым и чистым. Когда я с ним разговаривала, он говорит, что у меня не было вообще никакой цели. То есть я хотела передать просто то ощущение и самое главное свое ощущение, что действительно столько выстрадав этот край, там не было ощущения гнета. Он говорит, что у меня не было ощущения гнета. Было ощущение вот так, как вот я это сделал. Какой-то внутренний свет, вот эта даль, эта вечность, эта неповторимость, спокойствие, тишина. Очень органичным дополнением к фотографиям служат деревянные скульптуры Евгении Кудрины. Что-то среднее между японской куклой и славянскими языческими башками. Глядя на эти работы, не тянет узнать, из какой породы дерева они были сделаны и как. А хочется просто наслаждаться видением, впитывать энергетику и погружаться в вечность. Друзья называют Евгению Кудрину мамой Карлой, потому что она без сомнения знает тайну дерева, ведь каждая ее скульптура имеет не только характер, но и душу. Но все-таки мне кажется, что они, это не куклы, а все-таки какие-то образы и лики, скорее всего, я делаю, чем вот такие куклы, на которых ручки, ножки на шарнирах. Все-таки мне кажется, что это скульптура, образная такая скульптура. Выставка «Погружение в вечность» продлится до 20 января. Галина Данилова, Константин Химичев, информационная программа «День». Уважаемые телезрители, смотрите в понедельник 3 декабря программу «У нас в гостях». Мы познакомим вас с коллективом студии современного танца «Креатив» и расскажем, что такое направление «Контемпорари». Не пропустите начало в 20.00. На сегодня это все. Наш эфир можно смотреть в режиме онлайн. Новости, программы и спецпроекты на сайте 3wtvmy.ru. Следите за новостями Матичинского района и будьте в курсе всех событий. А я с вами прощаюсь. Матичинский район 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 Субтитры подогнал «Симон»